Самарец Дмитрий Константинов о передвижном пункте вакцинации узнал из статьи в интернете. Там же он прочитал, что мобильный пункт появился практически рядом с его домом. Говорит, что такой возможностью пустить было нельзя, так как времени сидеть в поликлинике у него нет. Дмитрий считает, что прививка – это показатель гражданской ответственности. Если я здоровый человек, я должен поставить в своем лице заслон на пути распространения эпидемии. То есть не быть разносчиком, даже пассивным, даже если я не заболею. То есть это не только забота о себе, но это вопрос гражданской ответственности, я считаю. Желающих сделать прививку много. Вакцинация здесь проходит, как в полноценном медицинском кабинете. Для этого есть все необходимое. Сначала желающих осматривает терапевт, затем по результатам осмотра заполняются все необходимые документы и можно прививаться. Поставки вакцины здесь будут проходить бесперебойно. Наше учреждение получает его на постоянно регулярной основе. И это позволяет нам полноценно использовать как стационарные прививочные пункты, которых 7 штук в медицинских учреждениях Волжского района, так и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, предназначенные для проведения вакцинации, переданные нам губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Министерство здравоохранения совместно с Министерством промышленности и торговли проработали в городе несколько площадок, где будут стоять мобильные пункты. Так, на парковке торгового центра в Красноглинском районе пункт будет работать с 10 часов утра до 6 вечера. А уже завтра появится еще одна площадка. На площадках этих торговых центров будут развернуты мобильные фельдшерские, акушерские пункты, где посетители торгового центра, приходя за покупками, проводя хорошо время на фудкортах, в детских клубах и так далее, могут сразу же параллельно сделать прививку. На сегодняшний день в регионе появились уже 242 тысячи жителей. Из них вакцинацию завершили почти 154 тысячи. Михаил Ермоленко, События.